всем привет у нас все работает в смысле техники но угадайте что у нас а может быть у нас могут быть некоторые сложности с маркерами так давайте проверка звука видео слышно видно ли меня да слышно и видно так вот вспомните на чем мы остановились в прошлый раз мы остановились на дереве обслуждаю алгоритм как найти у нас есть какое-то множество точек на плоскости мы с вами обсудили как можно за сколько эти точки в регионе за квадрат логарифм так и сколько нам память потребуется потребуется столько же сколько точек а там по времени же еще нужно приплюсовать количество ответа он же может перевесить логарифм на само дерево так как насчет того что видно не видно ну практически не видно я бы практически не видно так получше хорошо напомните пожалуйста как у нас отход происходил что собой представляет дерево для range поиска но по сути у нас дерево поиска в дереве поиска то есть можно сказать так то есть у нас было дерево поиска по выбирали координату по которой строили дерево поиска пусть это будет у нас данном случае x вот строим по нему дерево поиска но в каждой ячейке вот этого дерево поиска находится не какое-то значение а свое дерево поиска только уже ну да то есть мы знаем какая-то координата допустим и по иксу данный момент строится все это это значит то что в ячейке находится все точки которые обладают данной координатой то есть допустим x у нас равен двум для ячейки это значит то что в дереве который находится в этой ячейке на все все точки обладают координатой 2 нет стоп это категорически значит дерево у нас строилось следующим образом у нас есть какое-то поддерево на попу по иксу и вот все точки в этом как дерево образуют дерево какое-то дерево порядочное по иксу и мы на это дерево из этого элемента ссылаются то есть из каждого корня из каждого из каждой нады икс дерево торчит указатель на игрек дерево построенное на всех элементах под дерево текущего элемента есть если у нас есть элемент какой-то я не знаю и да он является корнем для какого-то дерево т и упорядоченного по иксу то у нас будет еще ссылка на т и упорядоченный по игреку построены на множестве всех элементов на всех точках из понятно иначе я не очень понимаю как бы мы обошли я просто наверно не так просто объяснил это я имел ввиду но просто я плохо объясню ну как и в случае в одномерном тоже опять же у нас есть какие-то границы например по здесь мы строили по не вижу по иксу кажется по иксу мы строили мы сначала находим заходим в поддеревья которые которые обладают то есть заходим спускаемся по дереву и мы знаем допустим мы сейчас находимся комната по дереве смотрим на левое и на правое смотрим если оказывается то что наша вершина полностью находится в дереве сейчас опять неправильно объясню сейчас я сформулирую это то есть в принципе это работает точно так же как и работала в одномерной структуре напрямой только теперь мы берем уже под деревья то есть мы забираем полностью под дерево собираем все точки оттуда и все в принципе то есть у нас есть способ которым мы перечисляем элементы отрезка значит один из вариантов когда мы находимся в какой-то наден мы знаем что нашим надо находится например в отрезке наш папа находится в отрезке тогда мы знаем что ну вот в случае если наша текущая надо и наш папа это и например и и н является левом левым элементом папа тогда мы знаем что правое под дерево и состоит из элементов и да и оба этих элемента принадлежат какого-то типа отрезка тогда мы знаем что все под дерево правое под дерево и не меньше чем н так а мы сначала получается ищем вершину которая в отрезке лежит ну вот так и проходит да то есть мы когда 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 у нас есть отрезок мы топаем по всем элементам нашего дерева и спускаемся по вершинкам которые лежат нашим отрезок если мы знаем что какая-то вершинка ну не попадает в отрезок мы знаем что все вершинка которые ну либо больше либо все под деревья которые либо больше либо меньше могут я про изначально у нас же может отрезок быть где корень вне отрезка лежит да может быть но тогда мы знаем в какую сторону нам надо пойти нам вроде пока ничего добавлять не нужно будет нам нужно будет дойти пока нам внутри будет мы сейчас только что обсудили что вот этот спуск под дерево работает только если и ребенок и его папа принадлежат отрезку если они принадлежат то папа отсекается но если он под дерево отсекается мы начинаем заново вот мы хотим прийти в такую конфигурацию когда и сын и папа принадлежат отрезку тогда у нас существует целое под дерево которое мы знаем что целиком принадлежит отрезку так значит у нас есть целая полосочка да какая-то элемента что здесь про которую мы знаем что она принадлежит ну что вот эта вертикальная осадка лежит вложен в горизонтальный отрезок тогда мы начинаем ускорбить соответствующего как дерево целиком ну уже по вертикальному по игре отрезку таким образом мы сделаем но мы максимально запустим логарифм n обходов и каждый из этих обходов сожрет у нас логарифм n не больше чем логарифм n но не больше чем логарифм n обходов уже по у и у плюс плюс окей это да скорее я просто говорил о том что каждый раз вот это одно дерево оно по сути входим в дерево мы уменьшаем размерность наших вот поисков на единицу вот то есть скорее я немножко наверное общее скажу что-то продолжим единственное хотел я вспомнил уже когда уходил я вспомнил что я наверное я не уверен я скорее всего вам лажу вогнал на прошлый паре я говорил что я не помню как я определил машинный эпсалон вот там есть два варианта как можно было сказать и у меня ощущение что я выбрал неправильный значит что машинный эпсалон это минимальное число что один плюс эпсалон не равно единице или максимальное число что один плюс эпсалон не равно единице кажется было 2 разу между ними существенная разница есть вы вроде бы как это очень 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 близкие числа ну вот вот этого числа 8 point кажется не существует ну то есть нет она наверно существует но она короче не является степень так окей еще один как то еще одна иллюстрация потому что пожалуйста не принимайте наверх то что я вам рассказываю постарайтесь каждое утверждение челленджать а то я очень быстро вам влюблю какую-нибудь клипу и не ну ладно если вы на экзамене с этим сталкиваемся а если вдруг вы когда-нибудь типа на старой памяти воспользуется сложными знаниями ну вот будет совсем неприятно так окей продолжим с раньше значит давайте попробуем уменьшить ну вот избавиться от одного логарифма во времени да понятно как можно повышать размерности здесь то есть мы можем уберечься трехмерное пространство четырехмерное пространство и понятно что с этим будет происходить ну я надеюсь да то есть у нас в д-мерном пространстве будет логарифм логарифм д н-к storage будет н логарифм ну д-м с огнем n н-к так давайте попробуем понизить вот эту вот размерность единичку с помощью каскадерного идея заключается в следующем а что при помните у нас вот когда мы обсуждали статьи можно одну секунду про память почему там лога демин садим а сколько а там на каждом слое не n элемента всегда остается ну и слоев тоже логарифм не 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 а но у нас в умерном случае логарифм да значит у нас наверное типа единичку меньше нет чем размерность ну это ну как бы а дальше мы можем понятно рекурсивно поднимать поднимать размерность что будет если мы добавим размерность ну типа в каждом в каждом поддереве вот эта вот фигня нам лучше встречаться типа n log n раз поднимем на единичку таких поддеревьев будет логарифм значит каждый элемент будет встречаться ну типа логарифм квадрат раз да он будет встречаться в логарифме поддеревьев и этих поддеревьев будет логарифм так вот давайте для статики ну вспомним что мы делали для того чтобы перечислить элементы в массиве значит когда у нас был статический случай мы говорили что нам проще всего и это правда взять посортировать все элементы когда мы делаем запрос на какой-то адрес посортировать все элементы на эти логарифм балансы вот какую-то чиселку да а дальше ну типа логарифм тата например да дальше перечислять все элементы до тех пор пока они не превышают B таким образом у нас что работает строгой за алгоритм плюс k так то есть если бы мы могли каким-то образом быстро считать вауэрбаунт для поддеревьев мы бы тогда сказочно разбогателем мы бы тогда смогли в поддеревьеве например в двумерном случае в поддеревьеве спускаться от единицы они не смогли ладно то есть вот у нас тогда вместо вместо деревьев по y у нас были бы массивы элементы по порядочному по y если бы мы в этих массивах могли бы очень быстро получать вауэрбаунт от y диапазона да то мы бы тогда говорили о нам надо спуститься ну типа нам надо спуститься в диагашку мы знаем откуда мы должны стартануть значит мы от элемента стартуем и обходим все что нам нужно обращаемся к элементу за вау единица перечисляем элементы за к обед так идея понятна кто понял идею что мы хотим сделать ну я понял примерно примерно ну вот важно следующее да мы вместо дерева хотим похоронить массив надеясь на то что нам удастся очень быстро к этому массиву искать low-bound вот вот вся идея потому что если мы умеем искать low-bound у нас ну вот в этом случае у нас сокращается на единичку на единичку сокращается в алгоритме степень алгоритма запроса так хорошо значит окей как мы это сделаем ну давайте мы заметим интересную штуку значит пусть мы знаем low-bound у нашего папки значит отметим такую вещь что вообще-то папка содержит нас как подмножество своего соответствующего массива то есть у нас есть массив элементов на которые ссылается наш отец а мы являемся подмножеством этих элементов ну наши элементы это подмножество элементов отца так тогда если при построении отец прошьет для левого и правого ребенка указателя на соответствующего лаурбаунда то есть типа если лаурбаунд указывает на вот этот элемент значит вот у нас здесь лаурбаунд будет такой и здесь лаурбаунд будет вот такой то это потребует от нас сохранить дополнительно ну очень небольшое число элемент при этом сами указателя протощить ну типа кажется что ничего не стоит подумать что пусть у вас есть упорядоченные массивы у вас есть у вас есть у вас есть порядочных массивов и ну понятно как типа что нужно написать для того чтобы из каждого элемента протощить такие указательства да то есть вы идете ну вы идете распихиваете элементы сверху влево вправо да влево и вправо массив вы ничего не сортируете потому что элементы будут один за другим но при этом вы сразу держите соответствующие индексы просто при записи индексы на лаурбаунды текущих элементов то есть у вас построение получается дешевым тем которые вам нужны для того чтобы у вас собственное построение такого дерева работало за нужное время и при этом у вас ну типа сохраняется прошиваются все индексы ну так это дичайшая победа то есть у вас смотрите что получается получается что все что нам нужно это когда мы приходим в самый первый корень нашего дерева нужно собственно найти лаурбаунда а дальше когда мы спускаемся в левое или вправое под дерево нам нужно поддерживать индекс этого лаурбаунда за лодки землиц ну типа вот сохранить то что мы зафиксироваться к нашим вот этим вот прошитом ну вот эта вот штука называется касканирование возможно частично касканирование можно вопрос а не правда ли что от этого добавление ломается ну во всяком случае я не знаю способа нормального как можно хорошо добавляться в массив так окей 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 вот ну собственно с добавлением и в первом случае проблем то есть там для того чтобы хорошо добавлять в случае если мы не делаем паскадирование необходимо менять в китере балансировки дерева ну вы сами подумайте да если у вас перебалансируется x деревом вы не просто должны перебалансировать y деревом вы должны перераспределить элементы ну то есть у вас в какой-то момент в какой-то момент у вас ну например у вас есть поворот значит rbc и delta1 delta2 delta3 delta4 вот такое дерево переходит во что v, a, c, delta1 delta2 delta3 delta4 правда? так видно да? если у нас пушится баланс мы должны перестроить например вот так вот ну как бы у нас есть один из вариантов расстояния дерева когда мы поворачиваем вот такую конфигурацию разворачиваем правда? вот теперь ну в чем проблема? проблема в том что мы здесь совались значит для элемента c все в порядке потому что все массивчики для delta тоже все в порядке значит деревья не поменялись для c все в порядке под дерево не поменялось а вот для его проблемы потому что у вас в под дерево связанное спа заходило ну ладно хорошо здесь ну да вот например с любым случаев нету delta1 delta2 поэтому их нужно будет убрать их убирать очень долго просто потому что под дерево из а надо просто перекинуть то есть в новом а у б не будет проблем в б надо просто присвоить то что было в а а вот у а будут проблемы правда да потому что у а были дельта 3 и дельта 4 и за надо будет изъять б и ц но это не фокус но надо будет изъять дельта 1 дельта 2 это ну как бы это вот уже проблема то есть один поворот получается ну как бы предполагать что мы начинаем ну как бы перестраивать дерево да которое перестраивается за его время там может быть не за его время ну типа мы сможем сэкономить типа за счет мерзи ну по крайней мере за линию он может перестраивать и это ну как бы не есть хорошо поэтому в таких случаях нет критерия перебалансировки типа ну вводится вводится несколько других критерий балансировки типа например разница между самым длинным и самым коротким путем вот что-нибудь в этом роде типа разница ну типа коэффициент допустимый коэффициент разницы между отношения между самым длинным и самым коротким путем или ну да самым длинным путем слева самым длинным путем справа что-нибудь такого там и когда он только когда он нарушается начинается перестраиваться дерево ну вот там какая-нибудь такая история выползает что сама перебалансировка уже там начинает занимать ну типа какой-то амортизированный квадратный такой ситуации я честно говоря не специалист в этом вопросе я ни разу такие индексы не писал не то чтобы они не были очень интересны да но вот можно почитать то как такие деревья работают именно с точки зрения динамического добавления и удаления точек и не самое эффективное не самое хорошее что можно делать но тем не менее вот окей есть ли какие-то вопросы по рейндж-дирене давайте тогда придумаем какой-нибудь способ почему эти деревья не очень хорошо с точки зрения практического использования как это ни странно вот потому что потому что сторож потому что у нас довольно как бы как это ни странно значит проблемы со сторожем они кардичны представьте себе что у вас ну типа я не знаю дилы конечно ну типа миллион элементов у вас нахладные расходы на хранение миллион элементов 20-ти кратные да ничего не против это неприятно у вас миллиард элементов нахладные расходы 30-ти кратные ну как бы вот этот вот логарифм он это только двумерном случае да понятно что добавляя размерности вы усложняете соберение поэтому на самом деле значит мои любимые пространственные индексы почитайте мы наверное не успеем значит есть так называемый я про эр деревья я про эр деревьев не хочу говорить потому что я не писал а там очень много разных вариантов написания эр деревьев эр деревья это скорее общий принцип типа это не про эвристика по которой можно устроить деревья и я не готов о них говорить в прошлом но вот если вы на школу google.com забьете ну типа эр 3 то вы получите много разных статей на тему того вообще как люди пишут пространственные индексы с использованием эр деревьев я хочу поговорить о квадро деревьев и кд деревьев которые ну чаще всего скорее скорее всего они одни из наиболее часто используемых ингрессы то есть я не уверен насколько это правда типа как они конкурируют с эр деревьев но про них по крайней мере что можно присчитать от эр деревьев которые типа очень похожи на такую инженер но типа они работают но они действительно работают а вот если брать реальное использование то там ограничивается двумерным и трехмерным случаем или большей размерности тоже где-то нужны зависит от задачи значит понятно что понятно что вы имеете право ну вот смотрите мы здесь где мы пользуемся тем что у нас какая-то геометрия все значит вы точно так же можете делать запросы на лексико-графическую порядочные строчки у вас могут быть числа у вас могут быть лексико-графическую порядочные строчки у вас может быть все что угодно то там у человека я должен оператор равно-равно и меньше с деревьями то понятно да ну просто мы как бы геометрию учим вот я в плане самой геометрии ну просто мы же живем там двумерным и трехмерным ну в основном ну если так думать просто ну и как бы кажется что все время ты используешь либо две координаты либо три ну и так философский вопрос немного ну я не сталкивался с я могу ответить так я не сталкивался с сетками размерности высших но это не значит что их нет то есть я просто как это я верю в то что какой-нибудь вычислительной физики да которые мы уже обсуждали с вами вполне себе базироваться на геометрии там в каких-нибудь задачах используются четырехмерные сетки например когда у вас есть какое-то движение ну я не специалист я не хочу вас обманывать больше чем больше чем я кстати так давайте мы поговорим про то что можно было бы сделать для того чтобы все-таки хранить точечка без без стрельбы по сториджу но он может быть в общем случае запрашиваться менее менее эффективным ну идея примерно следующая значит первое это кд дерево 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 ну давайте мы возьмем значит плоскость у нас на плоскости есть какие-то точечки я говорю про плоскость но будет понятно что на самом деле все это дальше на пространство высшей размерности оно совершенно спокойно расширяется давайте теперь возьмем и найдем медианку по иксу ну это понятно мы сделаем за линию значит у нас есть медианка по иксу и сделаем следующую как бы следующую типа деревянку значит мы возьмем два как бы два построим два поддерево но корни этих поддеревья мы построим следующим образом мы теперь возьмем медианку по иксу потом мы снова возьмем медианку по иксу тут я плохо сделал медианку по иксу снова медианки по иксу ну и так далее так мы в результате получим такое поддело оно будет идеально сбалансированным икс надо икс икс которые попадают прямоуголь ну собственно как вот у нас есть прямоуголь мы смотрим на ну у нас есть текущий как бы икс который как-то делит плоскость на две части мы знаем текущую область определения у узла да ну она может быть типа она может быть бесконечна но мы можем сказать что у нас есть например область определения которая тоже является региончиком мы этот региончик как бы лучше тогда значит мы можем для каждого подделя строить ну вот поддерживать такой регион из такой прямоугольничек минимальный прямоугольничек который охватывает все точки и смотреть пересекается ли значит пересекается ли этот регион с левым под деревом или с правым под деревом если пересекается значит мы спускаемся в тех тех детей с которыми этот регион пересекается вот и все основная идея заключается в том что рано или поздно мы будем каких-то детей отсекать и в какой-то момент у нас случится следующее что из-за того что какой-то ребенок будет целиком находиться по одну сторону ну типа по какой-то сторону по x да то мы в него и не будем попадать то есть типа у нас например эти координаты будут целиком начать подсекать под деревом значит по региону запросов или у нас в какой-то момент времени мы будем знать что наша область определения целиком попадает регион запросов тогда мы просто говорим о нам повезло спускаемся вниз и выдаем все что есть таким образом мы должны понять вот у нас будет какое-то количество разных стрёмных лечей значит из карты дерева которые именно пересекают границу региона запросов понятно о чем я говорю да мы хотим на самом деле посчитать сколько будет потому что те которые строго попадают внутрь они учитываются загадочным плюсом то то что пересекает границы регионов запросов оно как раз и является вот чем то плюс что то зависит от глубины от чего еще не знаю ну вот идея такая понятно да отметьте что я говорю регион и это не случайно на самом деле то что мы сейчас говорим про прямоугольник оно нигде не высечено камнем вы можете сказать я к этому когда дерево хочу написать запрос отдайте мне пожалуйста все элементы которые попадают в окружность идея будет та же вы берете вы приходите в какой-то вот вы в текущий какой-то вы говорите о значит верно ли что область что что охватывающий прямоугольник всех элементов моего под дерево целиком содержится в окружности в запросе ну в окружности запросе да верно тогда юху я победил я просто перечитаю все элементы значит из моего под дерево наверх вот у меня такой приятный ответ верно ли что верно ли что там скажем левое под дерево не пересекается с окружностью да верно замечательно значит тогда в левое под дерево я не верно ли что правое пересекается да пересекается тогда я спускаюсь вправо под дерево верно ли что мой текущий элемент содержится в окружности да верно я его да 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 а можно вопрос про построение тут есть какие-то разные техники или нет потому что если у нас все лежат на одной прямой нам же нужно как бы либо другую размерность выбрать наверное ну во-первых как бы там как это если они все лежат на одной прямой то ну я могу сказать что нам типа пофиг но это неправда на самом деле когда я говорю что что мы типа делимся по ипсу потом делимся по ипсу я имею ввиду на самом деле не совсем я имею ввиду потому что у нас в первом случае порядок лексикографический по координатам ипсу да то есть мы сначала сравниваемся по ипсу при равенстве ипсу сравниваемся по ипсу тогда у нас строго идет индианка которая делит маслом две равные части если мы говорим что у нас ипсу это значит что мы делились по порядку ипсу то есть сначала сравнивались по ипсу при равенстве ипсу сравнивались по ипсу поэтому когда у вас будет такое деление например по ипсу при построении кдд вы естественно будете ну как бы фактически типа несмотря на то что ноды будут вот вот прямая как бы да вся точечка значит ноды будут вот такими вот вот хопа потом хопа и так далее ну они будут по иплику вырождены но тем не менее балансировка будет идеальной и есть инструменты у вас не будет значит есть тоже юбристика построения кддерева которая пытается сделать пытается сделать ячейки как можно более квадратными типа отношение периметра к площади по-моему да будет минимальным до что перед площадью периметр ну короче ладно это вы сами то есть типа хочется ну идея такая давайте сделаем как можно больше похожего на квадрат в отличие мы не хотим делать длинные раздутые черты мы хотим минимизировать и когда мы выбираем по какому ну типа вот у нас есть какое-то множество элементов да у нас всегда есть на самом деле у нас есть такой прямогольничек мы хотим как бы мы либо например вот так как бы разобьем либо так мы всегда можем мы всегда можем мы всегда можем исходя вот из этого типа критерия как бы выбрать как как мы хотим подразбираться а но сейчас мы типа выбираем ультимативно для того чтобы типа сделать для того чтобы понять а что будет проходиться здесь потому что нас так и подмывает сказать что здесь есть логарифм но спойлер там не логарифм так идея понятна да хорошо значит давайте мы подумаем как ну типа что в лучшем случае может у нас быть вот здесь как это оценить да важно следующее смотрите когда дерево очень хорошая структура чем тем что она балансируется тем что вы можете добавлять элементы в кд дерево оно понятно как будет перебалансироваться значит понятно что с этим деревом понятно короче что с ним делать ну как как это сформулировать я не знаю в общем оно очень хорошее по своим потребительским свойствам попробуйте его написать значит оно действительно прекрасное и мы сейчас с вами кое-какие еще упражнения ну с ним проведем вы увидите что оно прекрасно бесконечно прекрасно не только потому что оно позволяет региональные запросы бьет оно позволяет ну и других запросов заполнять действительно прикольно как бы за очень дешевые просто так окей значит ну хорошо давайте подумаем что нам будет стоить значит в худшем случае что нам будет в худшем случае стоить пересечь границы давайте мы сначала рассмотрим вертикальную границу вот типа мы хотим рассмотреть пересечения с длинной вертикальной границей давайте посмотрим значит длинная вертикальная граница ну нам с ней везем почему потому что значит нам с ней везем потому что она будет находиться по одну сторону адреса так значит ну точно как бы ну пойдем допустим либо вправо давайте допустим мы пойдем влево при спуске проблема у нас будет заключаться в том что мы встретим Y-узел и к сожалению получится так что нам придется поскольку у нас типа ну как бы узел у граница граница длинная значит в худшем случае мы пересечем наше подразделение по Y-узлу то есть если мы пересекали какой-то прямоугольничек типом области определения у нас у нас Y-узел значит вот этот прямоугольничек был как-то разбит Y-ком то в худшем случае нам придется спуститься в оба икса ну в оба ребенка от Y правда да а вы имеете ввиду что длинное разбиение границы прям просто что через все проходило я хочу смотреть я хочу оценить лучший случай в худшем случае я заявляю что в лучшем случае у меня вертикальный запрос будет пересекать все все распределение тогда я буду знать что типа в этом случае как бы мы не не извращались да но типа мы спустимся в оба ребенка правда угу из этого следует что время типа время которое мы потратим чисто на то чтобы посетить на дым который пересеклить с вертикальным ну с вертикальной прямой значит t будет t t будет равно чего х 2 t . можно вопрос а правда ли что мы далеко уйдем вот мы зашли допустим в иксы мы же далеко уйдем нет разве Простите, пожалуйста, пока нельзя, я уже сказал. Давайте мы на эту форму следим, а вопрос будет после этой формы. Значит, еще раз, время, за которое мы, ну, типа, как мы оцениваем время, да? Нам необходимо взять вот это вот время вертикальной палкой, значит, пройти по нашему дереву. У нас рекурсивная форма Т, типа, мы пришли в музей, мы спустились в один из его потомков и мы вынуждены спуститься в два потомка дальше. Значит, время нашей работы, ну, типа, число элементов каждому из внуков у нас 1,4. Значит, время работы общего будет 2ТННН4. Плюс константа или, наверное, еще проничь? Ну, плюс константа. Плюс константа, плюс константа, плюс константа. Плюс константа. Ну, фу-фу-фу-фу. Ну, фу-фу-фу-фу. Ну, наверное, нужно добавить плюс константу, но нам сейчас помешает понисти, то есть немножечко. Что в результате получается тогда, чему мы заправим? Ну, по мастер-теореме это корень получается. Ну, вот это уже не корень, потому что... Спасибо. Ну, по мастер-теореме получается, что там константа у нас С равная 0 выходит. То есть, сейчас, секунду, как-то объяснить по-нормальному. Выходит то, что t от n равно от n степени логарифма двойки по основанию 4, а двойка по основанию 4 это 1 вторая, получается n степени 1 вторая. Это вроде как корень. По-моему, там различали, типа, плюс что-то зависящее от n и остальное все считали от единицы. Нет, ну, в данном случае, вот эта константа, это то, что будет зависеть от неганалов. Это вклад, который пойдет, ну, тикл, который приведет к логарифму, кажется. Ладно, неважно. Важно то, что действительно у нас в результате получается логарифма. Просто если бы не эта константа, то этот корень бы здесь был. Да? Значит, у нас получается корень за, и это правда, к сожалению. То есть, в лучшем случае, действительно, для того, чтобы обойти, для того, чтобы обойти вот такое вот разделе, нам необходимо разобрать, ну, типа, обойти 4 корень за. Ну, типа, ну, типа, ну, типа, ну, типа, крюска, значит, это мощность ответа. Но, тем не менее, на практике, конечно, ну, во-первых, корень за редко когда достигается, потому что видно, что вам необходимо, ну, какие условия необходимо выполнить для того, чтобы этот корень за действительно играл. Потому что фактически, значит, основное условие это то, что после того, как мы переходим по игре к наде, во-первых, у нас области определения не поменялись, это довольно редко. Обычно у вас области определения все-таки меняются. У вас там точка какая-то, ну, типа, пара крайних точек дает какую-то область определения. И при изменении, ну, типа, при изменении, при переподразбеении, да, у вас на самом деле как бы существенно могут меняться и сами области определения у детей. То есть они совершенно не факт, не обязательно будут пересекать вертикальную приману. Самое смешное, что может такое случиться, что вертикальную прямую не пересечет на один или другой ребенок. Ну, типа, тоже такое можно себе представить. Представьте себе вот тут точку, вот тут точку. И вот тут какая-то точка, которая вам дала игре. Разбейте. У вас вот здесь два маленьких редко, два маленьких ребенка. И вертикальная прямая, которая, ну, не пересечет другую. То есть у вас поддеревья, одно из этих поддеревьев целиком идет на запрос. Поэтому на самом деле, конечно, на практике эта штука, она работает гораздо лучше, чем ингредиенты. Но и логарифм сам по себе не так страшен. Ой, прости за логарифм. Порень, да. Порень сам по себе не так страшен. То есть, ну, плодные расходы в этом, с вашей точки зрения, даже если у вас привязан элемент в дереве, то, ну, при практической реализации вы будете страдать немножечко от других еще. Не от того, что у вас в такой непонятности. Но я напомню, что запрос, вот такое дело, оно позволяет нам довольно долго реализовывать запросы. Типа, если вы умеете осознать, ну, типа, какая-то сложная фигурка, да, вот что-то, к чему вы хотите, про что вы хотите узнать, какие точки содержатся в этой сложной фигурке. Если вы умеете ее пересечь с прямоугольничком, значит, ну, значит, вы уже победили. Это первый момент. Давайте мы попробуем решить следующий вопрос. Ой, простите, пожалуйста, понятно, как это на демерное пространство расширяется, да? Ну, кажется, все должно быть очередным. Вы добавляете размерность, просто как бы добавляете еще. Так? А можно вопрос, а как мы выбираем, по какой, ну, по какой координате сплетить? Просто по порядку или как-то думаем? Здесь мы выбирали по порядку, но я вам говорил уже, что, типа, ну, мы хотим... Так, у нас есть несколько юристик, которые позволяют стоить более-таки прикольные коды деревья. Значит, есть юристика, которая мне нравится. Это юристика, которая минимизирует периметр. Минимизирует периметр по области определения. Ну, типа, у bounding box точек подделяешь. Ну, типа, минимизируешь суммарный периметр. То есть, когда у вас есть два варианта, как распределить, вы берете и, получается, два bounding box в левый аккаунт потомков. В этих потомков, ну, типа, у этих bounding box разные периметры, вы берете, например, все, минимизируете суммарный. Или, типа, минимизируете максимум. Ну, вот, скажем, там вот такие варианта. Так. Значит, понятно, что при повышении... при повышении степени там у вас будут меняться, ну, типа, корни. То есть там будет степенная функция, по-моему, для кубана, скорее всего, будет типа... для трехмерного пространства... Короче, я не хочу сейчас выводить, но, скорее всего, там будет типа степень две трети и так далее. Но вы меня проверьте, пожалуйста, попробуйте. Типа, повторите вы то есть расхождение для трехмерного, ну, для к-3 дерева, да? Посмотреть, что получится. Вот. А давайте мы с вами сейчас сделаем следующий запрос. Значит, например, у нас есть какая-то точечка . И мы хотим найти ближайшую к ней точку. Как это сделать? Вот пусть у нас есть это дерево. Мы хотим, как бы, сделать следующий запрос. У нас есть ку. И к этой ку надо, ну, как бы, возвращать ближайшие времена к запросу. Ну, смотря какая метрика расстояния. А? Еще. Смотря какая метрика расстояния еще, на самом деле. Потому что, если, например, это какое-нибудь манхэттенское расстояние, то это достаточно просто, наверное. А если уже не вклидывают, то, наверное, подумают. Как и не странно, значит, тут любая метрика. Ну, хорошо. Если это манхэттенское расстояние, то как бы мы это сделаем? Ну, мы, допустим, мы каждый раз спускаемся в дерево по иксу, допустим, мы будем спускаться в то дерево, которое находится... То есть, каждый раз, когда... Ладно, сейчас я сформулирую, потом уже скажу. Оказалось, что это слишком долго. Если мы будем разветвляться и в каждой ветве брать две вершины, то это будет проблемно. Если в каждой ветве мы будем брать две вершины, то мы за мы можем отсекать, то есть вот, допустим, тут такая достаточно сложная вещь уже получается, то что если мы зашли в какую-то вершину, оказалось то, что точка находится правее, то есть искомая точка находится правее, то нам можно зайти только в правую часть. Вот. То есть, если... Хотя, сейчас я сформулирую до конца. На самом деле намного меньше, очень много отсечений будет, и скорее всего окажется, что там что-то типа логарифма точек мы будем смотреть. Или на кого-то константы это все. Что за отсечение? Какого-то отсечения нет? Ну, то есть, если окажется то, что мы точно знаем, что есть точка, которая, допустим, мы смотрим... У нас есть два состояния, то есть две подходящие точки. Это которые находятся, допустим, по иксу справа или по иксу слева, допустим. Ну, условно обозначая, и будем находить самую ближайшую слева и самую ближайшую справа. Вот. И понятно, что если мы... Ну, образно это, на самом деле, самую ближайшую слева, самую ближайшую справа получится. Потому что, если окажется то, что есть точка... Если у нас две точки, они находятся левее, и понятно, что только одна из них самая левая, и мы возьмем только, которая находится ближе. То есть там получатся такие микроотсечения. Ладно, значит, давайте посмотрим, смотрите. Вот что мы знаем, допустим, пусть у нас есть точка Q, ну, пара точка Q и какая-то NADA. Для NADA мы знаем bounding box, точек соответствующего под деревом. Тогда мы знаем для любого расстояния, на самом деле, для любой метрики, я не знаю, насколько эффективно, но для манхэттенской и плеерской метрики, но это точно можно сделать хорошо, мы можем посчитать нижнюю оценку на расстояние двух точек в ячейке. Правда? То есть если запрос Q будет находиться внутри области определения, то это нижняя оценка 0, но мы не знаем, на самом деле, какое будет расстояние до ближайшей точки в соответствующей надежде, но мы знаем, что нижняя оценка штану может быть 0, может достигаться 0. Если точка Q находится вне прямого уровня, то нижняя оценка – это расстояние до прямого уровня. Правда? Ну и тогда идея следующая. Значит, идея заключается в следующем. А давайте мы возьмем и будем потихонечку как-то искать точки, ну типа шаг за шагом какие-то, до тех пор, пока мы не будем знать, что нижняя оценка до всех каких-то интересных наборов у нас не будет явно больше, чем расстояние до текущей какой-то ближайшей точечки, которую мы уже нашли. Как мы это будем делать? Положим в приоритете Q два ребенка этого корня. То есть у нас будет приоритет Q, значит, и приоритетом будет, что будет нижняя оценка расстояния от Q до соответствующих властей определений. До, до, до соответствующих властей. Так? Здесь будет два элемента с приоритетом расстояния от Q до прямого уровня. Процесс, значит, алгоритм, мы берем текущий топчик Q, ну текущий топчик на приоритете Q, так? Значит, смотрим расстояние, ну текущий топчик это надо, у надо есть расстояние, у надо есть, собственно, сама точечка, по которой мы делились, да, это поинт, и смотрим, уменьшает и этот поинт, и текущее наше расстояние, которое уже есть, да, какое-то, от Q до, до какой-то точке. Уменьшает при расстоянии. Если уменьшает, ну типа сохраняем вот эту точку, сохраняем постоянное. И добавляем двух детей, соответствующие на N, в приоритет Q. Но мы их добавляем только в том случае, если эти расстояния, если эти расстояния имеют хоть какие-то шансы быть улучшены, да. То есть мы проверяем, верно ли, что расстояние до детей будут, ну типа нижняя оценка расстояния до детей будет меньше, чем текущая верстная оценка расстояния до точки. И вот в тот момент, когда мы понимаем, что текущий топ, расстояние до текущего топа, приоритет Q, будет меньше, чем, будет больше, чем текущее расстояние до точки, мы останавливаемся. Кто понял алгоритм? Повторите, пожалуйста, последнюю фразу. Когда мы останавливаемся? Мы останавливаемся в тот момент, когда, ну, что у нас есть? У нас есть точка Q, у нас есть какая-то текущая, ближайшая точка Q, точка P. У нас есть очередь приоритет Q, очередь из пара на D и T на D, расстояние от Q до и T на D. Вот мы останавливаемся в тот момент, когда минимальное расстояние, вот это вот минимальное расстояние, будет больше, чем, то есть когда D, Q, N, топ, будет больше, ну, больше и равно, на самом деле, чем D от Q. Ну, да, логично. Ну, конечно, вот, то есть эта штука, она, ну, очень такая, очень изящная под дерево, я бы так сказал, да, что на самом деле, ну, тут тоже несложно как бы доказать, что в худшем случае мы переберем не больше, чем полинезам элементов. Как это доказать? Помните, мы говорили про домашние задания? Вот, вот оно. Значит, значит, у вас есть точка Q, у вас есть окружность, которая потихонечку сужается. Вот подумайте, пожалуйста, как доказать, что у нас не больше, чем полинезам элементов. Ну, типа, в худшем случае мы не больше, чем полинезам элементов переберем. Это никак не связано с асинтотикой на поиск элемента. Ой, не на поиск элемента, а на вот этот коринезен, который был с права от доски. С права от доски. Ну, и в худшем случае это связано. Ну, вот, вам, может быть, как раз будет проще с манхэттенской меткой или даже, наверное, с бесконечных меткой для того, чтобы, ну, типа, возможно, он будет проще, чтобы у вас был вместо окружности квадратик. И вам, возможно, будет хорошо. Ну, давайте, это домашнее задание. Значит, смотрите, делайте, пожалуйста, табличку. Ваши коллеги вновь назад делали хорошую табличку для того, чтобы не забыть, собственно, домашки, которые у нас периодически возникают, и для того, чтобы ввести учет в ВАП, экзамен и так далее. Попросите, кто делится этой таблицей. Ну, это хорошая, хорошая домашка. Сделайте, пожалуйста. Значит, это первый момент. Второй момент. Тут идея какая? Давайте мы чуть-чуть себе сократим новую таблицу. Типу корень. За счет чего? За счет того, что мы... ... Так, сейчас, прошу прощения. Подумайте. Подумайте, пожалуйста, вот над чем. Значит, подумайте, пожалуйста, над тем, как получить не ближайший элемент, а к ближайшим элементам. И подумайте еще над чем, что поменяется, если мы скажем, что нам допустимо ошибиться на Эпсилоне. То есть мы можем выдать точку, расстояние которой будет, возможно, не совсем оптимальным, но оно будет оптимальным. Как бы оно будет отличаться от оптимального, не больше, чем на Эпсилоне. Подумайте. Еще нам какой-то табличек сказали сделать. Просто скопировать? Для баллов, видимо, да. А, типа, можно самому сделать, просто сказать что-то про лотов, и такой подумал, что у кого-то взять. Ну, можно просто взять, типа, что там, Y в 2017, и так уже сделать. Ага. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Вы что делаете? Вы свопаете текущую точку и делаете просмирование вниз. Разве не могло казаться, что какая-то точка, допустим, мы нашли сейчас в данный момент не первую по оптимальности точку, а вторую, а она может все равно войти в ответ. В смысле? Ну, сейчас. Если у вас куча заполненных полностью, то вы просто добавляете элементы. Но если у вас куча уже состоит из элементов, то вы заменяете. Ну, я думал, это очень важно. Подождите, давайте еще раз. А почему мы допты именно выкидываем? Ну, он самый большой, поэтому... Если вы уже к-элементов заполнили в этой куче, у вас есть две кучи. Одна куча — это приоритет Q на надах, вторая куча — это на точку. Если у вас к-точек, то вам нужно заменить текущий топ как наиболее удаленный от Q точку. Вы заменяете топ, потом делаете просмирование вниз. А, все, да, это я не в истории. Ну, и вы можете сказать, я сделаю экстракт топ, а потом делаю пуш-бак. Да? Ну, типа пуш-куча. Ну, тогда вы сделаете два просмирования. А так вы можете, типа, реплейснуть топ и сделать просмирование вниз. Вот. Если у вас не кай элементов, если у вас элементов меньше, чем кай, то вы делаете хуже, ну, вы делаете просто хуже. Заодно просмирование вниз. Так. Так. И оценка на расстояние, я повторю, оценка на расстояние. Если у вас все кай элементы уже заполнены, то оценка на расстояние, типа, расстояние до топа, да, ну, вот, оценка сверху. Если не все заполнено, то это будет застаниручность. Вот, если я из этого, как бы, заполнение кучи, и будет работать. Оно будет работать так же, как работает. Так, окей, с этим мы разобрались. С эпсионом. А с эпсионом нам нужно какой-то выигрыш получить во времени? То есть, если это какое-то особое задание получается, как бы. Смотрите, мы сейчас можем оказаться в ситуации, когда вот точка Q, видно, да, значит, точка Q почти равна удалена от точек, которые лежат на, от точек, которые лежат на окружности. И, к сожалению, ну, в этом случае приятного мало, потому что, вот в этом случае мы вообще, ну, имеем шансы, ой, я сказал, что там будет курин, да, ну, вот это, ну, как пример. Типа, у вас точка запроса, центр окружности идет, по периметру окружности равномерно распределены точки. Вот как бы мы ни строили дерево, вы не сможете остановиться до тех пор, пока не переберете абсолютно все лечения, которые содержат какие-то ошибки. Это проблема. Но если вы говорите, что допустимо ошибиться на эпсионом, то на самом деле у вас ситуация будет лучше. Почему? Как мы можем, что мы можем делать с этим моментом? Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Раз у нас сейчас перерыв, я посмотрел то, что вы в начале пары про машинный эпсилон сказали. И там вот, например, русская википедия говорит, что формально это определяет либо как минимальное из чисел эпсилон, для которого 1 плюс эпсилон строго больше единицы, либо альтернативное – это максимальный эпсилон, для которого справедливо как раз равенство, что 1 плюс эпсилон равно единице. То есть как мы изначально определили. Черт. Ну, мне вот почему-то как-то показалось, что второе определение, когда там машинный эпсилон типа не будет являться степенью двойки. Ну, вот как бы вы представьте себе, что типа вы... ну, фонтинг-поинт число, да, это как бы единичка, точка и пятьдесятки знака. Ну, типа еще один бит плюс минус, да, и умножить на два в степени показателя, так? Вот эти вот пятьдесятки знака, значит, с эпсилоном какая история? Типа, если мы добавляем два в минус пятьдесят четвертый, и у нас будет, например, округление вверх. Или даже округление в ближайшем, да, то у нас результат не будет равен единице. Значит, если у нас округление вверх, то нам нужно вообще как бы вот минимальное число, которое... А, блин, если у нас округление вверх, то у нас типа минимальное число будет вообще очень большое. Типа, если у нас округление в ближайшем, ну, короче, я не в состоянии без кофе это одумывать. В общем, я хочу, чтобы у нас машина эпсила была степенью двойкой, и мне кажется, что минимальное число, которое при сложении в виде в округлении вверх, дает нам не единицу, это вот как раз типа два в минус пятьдесят четвертый. Ну вот, проверьте меня, пожалуйста. То есть вы просто сейчас можете на Google зайти, на Google. Вот. Вот. И просто тут посмотреть, типа статья Кассиард, типа, нюмер Клеймерс, вот, эпсилон равно-равно один г минус, ой, не один г минус, а один делить на два л сдвинутые на 54. Кто понял, что я сейчас выбором одного? Ну, да, я примерно понял. Вот на Википедии пишут, ну, в смысле, Википедии и Викиконспекты пишут два в минус пятьдесят четвертый. Но это, видимо, с ваших лекций записывали. А, ну, мне верно не надо. Лучше посмотрите. Я видите, путаю со своими показаниями. Да. Все окей. Я сейчас, ну, блин, успею разбегать закончен. А мы вас подождем. Ну, там где-нибудь, извините, у меня остальное, значит, нет. Ладно, посмотрим, может, я это когда-нибудь заканчиваю. Так, ну давайте теперь перейдем к другому, моему еще более любимому, чем КД-дерево. Давайте на всякий случай, у меня есть легкое подозрение на ваш счет, поэтому давайте вы еще в качестве домашки расскажите мне, как балансировать КД-дерево. Тоже пометьте, пожалуйста. Значит, Владислав, я своим произволом назначу вас хранителем списка домашних заданий. Ну, пожалуйста, вот то, что я как бы кладу, я за этим следить не буду сам. В домашках, ну, скорее всего, вы заинтересованы, в смысле студенты, да? Поэтому, ну, введите список того, что я получаю как домашнее задание, и в носик, введите, пожалуйста, список того, кто что сдает. Хорошо? Кстати, Николай там уже открыл контестер? Нет, пока, ну, по крайней мере, мы об этом не знаем. А, ну, вы не решите, Брук, вы все признавали свое счастье, чем раньше у вас контестер откроется. Насколько я знаю, я ему ничего делать, для этого не нужно. Достаточно горько, собственно, вас добавить в контестер, и все. Так. Катерик дерева. Ну, основная идея заключается в следующем. Структура в каком-то смысле похожа на кт-дерево, но мы говорим, что все условия эквивалентны, и тут у нас уже варианты. Значит, варианты следующие. Ну, вот, классическое квадро-дерево, это когда у вас есть какой-то узел, а его детишки подразбиваются на 4 одинаковые части. При этом у них могут быть свои, ну, типа, если мы говорим про то, что мы какие-то точки храним в квадро-дереве, да, у них могут быть еще свои какие-то области определения. Вот, но самое главное, что дети разбиваются на 4-е вариантные части. И, ну, мы теперь курсируем и запутываемся на 3-е. В чем... Значит, это первый вариант. Второй? Да, в чем проблема такого варианта? В чем проблема такого квадро-дерево? В чем проблема, в чем проблема? Ну, может, если точки близкие, то у нас пустых квадратов много будет? Да, совершенно верно. У нас не ограничивается глубина. То есть, если у нас, как бы, вот рассмотрим, типа, пару точечек здесь, точечку одной здесь, то, как бы, что нам делать? То есть мы берем, разбиваем эту часть, эту часть, эту часть, и вот прикрыли. Да, то есть у нас глубина вообще никак не зависит от числа точек. То есть, точнее, как она зависит и от числа точек, и от минимального расстояния между точками. Типа, это то, как мы можем оценить, то, как мы можем оценить глубину дерева. Мы обсудим, как побороть, ну, типа, какие-то части. Но, типа, в чем полностью такая структура? То есть проблема понятна, а бонус? Ну, операции понятно, как делать может. Операции очень простые. Да, раз, два. Все изменения происходят локально. То есть, грубо говоря, вам нужно, ну, типа, вы добавляете точку, вывозил, вы его подразбиваете, вы не трогаете ничего в окрестностях. Это на самом деле здорово. Да, потому что у вас, ну, вот, как бы, деревья, которые вы добавляете, последовательно, что они являются вложенными. Это хорошее свойство, да, это позволяет, это позволяет, ну, типа, ну, делать некоторые интересные вещи. Но самое главное, да, это вот то, что у вас локальное перестроение идет, ну, типа, оно более становится таким, как же, типа, вам нужно, как бы, перефигачивать в какой-то момент времени. Вот то, что я вам рассказывал про range-деревья, да, там, амортизированный логарифм. Проблема заключается в слове амортизировано. Это значит, что все идет нормально, 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 потом наступает момент, когда перестроение цена и все. В этот момент проблема заключается как раз вот в том, что мы останавливаем конвейер, как бы, и ждем, пока мы все не перестроим. Это делает перестроение таких деревьев неприемлемым, потому что если вам идет равномерный поток как бы данных на вход, вам его нужно как-то преобразовывать, да, то вот в случае, когда вы говорите сколько машины, я перестраиваю индекс, вы буферизуете вход. И у вас усложняется, ну, как бы, алгоритм, вы накапываете вход, дальше, когда вы освобождаете свой индекс, вы берете и вот накопленное вход уже начинается разгребать. В случае, если вы реализуете какую-то базу данных, да, вот у вас здесь с этим определенные проблемы возникают. То есть амортизированные алгоритмы это хорошо, но иногда это живет, типа, когда я еще в группу структурах, иногда это некоторое слово. Вот и вырезает. Здесь, ну, у нас ничего подобного не наблюдается, у нас все пристроения локальные, прекрасно. Есть квад-отдел, похожая на код-дерево в каком-то смысле. Мы его по этой причине не будем обсуждать особо. Значит, идея заключается в следующем. Нам нужно сделать квадро-дерево сбалансированным. Как мы это сделаем? мы возьмем сначала в порядке географическом порядке x, y найдем, откусим треть элементов и в оставшихся двух третях в порядке y, x откусим половинку. Тогда мы найдем, собственно, вот как поделить элементы. типа мы нашли ось по x, по x. Да, дети у нас некий вариант, но зато у нас глагона логарифмическая. Да, идея в плане соревнования прекрасно. Ну и понятно, здесь как бы уже вот этих приятных свойств нет. то есть в общем здесь эта структура очень похожа на кд-дерево, но кд-дерево применяется чаще, потому что с ним работать приятнее, обладает более, ну у вас по крайней мере вот как бы здесь точка более разрежена, чем и здесь. Но типа кд-дерево баланс лучше. Поэтому с кд-деревом работать приятно. Так, окей. значит, 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 мы хотим. Значит, вот такие квадродеревы мы откладываем в сторону. Они тоже квадродеревы. Ну, понятно. Значит, по аналогии с квадродеревами мы можем сделать оптодеревы. Это когда мы будем разбивать � hook и мы просто разбивать деревья больше. Давайте вернемся вот к таким квадродеревьям. Значит, нас очень сильно расстраивает два фактура. Первый факт. Значит, мы, к сожалению, можем получить неограниченную глубину из-за того, что у нас точечка находится близко друг к другу. Мы получаем очень много пустых квадратиков. Это у нас расстраивает. Как мы это можем побороть? Ну, давайте мы скажем, что на самом деле мы можем строить некоторые такие типа шортката. То есть нам не обязательно хранить в явном виде вот эти все пустые квадраты. Давайте мы скажем, что, значит, элементы квадродерева бывают или терминальными узлами, когда они содержат точку, или несколько точек. Мы не обязаны хранить только одну точку, на самом деле. Терминал может хранить не больше, чем сколько-то точек. Да, это критерии. Ну, эти критерии, значит, основные. То есть узел является или терминалом, или он является промежуточным узлом, но тогда в этом промежуточном узле у нас всегда должны быть ссылки как минимум на два непустых промежуточных узла. Как мы этого добьемся? Ну, мы можем сказать следующее, что, например, в нашем случае, значит, мы скажем, что узел, что мы скажем, что вот у нас еще раз, у нас три точку, значит, корень ссылается на два промежуточных узла, а вот этот промежуточный узел ведет себя как я так криво разбил, но вы меня простите. А этот промежуточный узел ведет себя как вот этот узел. Т.е. у него два ребенка, это вот раз ребенок и два ребенка. Да, два непустых терминала. Понятно, да? То есть у нас структура у него будет такая корень. Типа терминал один, два нуля. Тут два нуля. Значит, промежуточный узел. Типа терминал два, терминал два, терминал три. И два нуля. И вот этот узел, я могу говорить, что он на самом деле является вот этим вот узлом. Типа узел характеризуется некоторыми координатами. Ну, в нашем случае трехмерными. Это кортежек x, y, z. З, где z, по степени двойки, по которой мы подразбиваем по x, по y, область определения корня. А x, y – это координаты квадратов. Соответственно, у детей же, ну, типа у потонков узла, у первых потонков узла координаты будут, соответственно, 2x, 2y, плюс 1, плюс 1, z, плюс 1. Ну, если мы позволяем себе, соответственно, делать шарикаты, то вот узлы, на которые мы ссылаемся, значит, на узлы, на которые мы ссылаемся, могут иметь, ну, типа, другие координаты. Главное, мы знаем, в каких квадратиках эти узлы находятся. То есть нам важно, чтобы, например, корень не ссылался на два узла, которые находятся в одном и том же квадрате. В этом случае корень сам по себе должен вести себя, ну, типа, в такой вот узлок. Ну, типа, у него должны быть координаты, соответствующие более глубокому узлу. Тогда что у нас получается? Тогда у нас получается, что мы уже здесь на самом деле ограничены по глубине, чем n пополам. Да? То есть у нас в худшем случае дерево имеет глубину не больше, чем n пополам. Что уже в приятном? У нас здесь уходят типа призов. Кто сейчас понимает, о чем я говорю? Все ли понятно? Ну, вроде симпатичное дерево. Ну, вроде да. Так. Как добавить точку добавляется? Ну, наверное, мы должны спуститься вниз, но чтобы найти вот эту область, в которую попадает эта точка. И потом... Мы не всегда можем дойти до листа. Ну, не до листа. Я имею в виду вот в тот момент, когда мы понимаем, что либо мы можем куда-то добавить точку, либо нужно создать новую, ну, новую область и туда ее положить. Ну, вот это важный момент, да? Вот так. Что смотрите, у нас здесь может случиться следующая ситуация. Мы хотим добавить точку сюда. Тогда что произойдет? У нас вот здесь должен возникнуть новый узел между рутом и и1. Должен возникнуть узел и2, который будет ссылаться на и1 и на вот эту наблю. Ну, на терминал 4. Ну, или на 2 0. Здесь в чем хитрость? Хитрость заключается в том, что здесь у вас как раз пойдет вот эта работа, когда вам надо будет найти наименьшего общего предка, который будет содержать промежуточный узел и точечку, который вам надо. Ну, типа, если точки имеются логистыми кардиналами, то там будет магия битворения. Все будет хорошо. Если точки будут иметь кардиналовый квотин поле, то на самом деле все будет хорошо, потому что вы будете знать, ну, типа, на самом деле, куда вы попали, ну, типа, в какой прямой угольчик? Вам надо будет просто последовательно вычислять, ну, типа, последовательно спускаться вот по таким формулам, типа, последовательно спускаться по глубине. Ну, вы это в общем случае сделаете за логарифм от минимального расстояния между точками. Ну, тоже тогда вы сможете найти общий ответ. Можно быть, можно в S3M. Ну, тоже подумайте. Окей. Значит, мы умеем добавлять, мы умеем удалять точку. То есть, да, если мы удалили какую-то точку, разрушили какой-то терминальный узел, и у нас пошел первый желудочный узел, в котором, ну, только один валидный потомок. Ну, значит, нам надо перекинуть обратно указатель с формы, ну, типа, с небого папы на потомок. Ну, тоже ничего страшного. Все. Все будет хорошо. Обратите внимание, например, что квадро-деревью в первом приложении очень прикольно реализовывать на хешмапе. То есть, поскольку у вас узлы имеют, ну, координаты, типа, тройки-координаты целочистые, вы можете класть все эти узлы в плоскую структуру, ну, типа, хешмапу, и, ну, типа, получать ссылку уже из этой хешмапе. Типа, делать это за воскресенье. То есть, вам необязательно делать, вам необязательно работать с указательным. Так, что еще я хотел сказать? Ну, собственно, вот, по поводу того, как добавляем время точно пока все, сейчас будет легкий продолж. Это вот первый разок в нашем курсе. Что мы хотим? Мы хотим региональный запрос. В чем проблема регионального запроса на квадро-деревьях? Ну, в том, что у нас глубина. Глубина того, что… Глубина нашего идеи, да, она, пардон, ну, типа, неограниченная. В случае, если мы хотим просто перечислить все элементы в какой-то наде, неограниченность Глубина нас не пугает. Ну, возможно, только за исключением того, что там, типа, рекурсивные алгоритмы работают, типа, нам придется как-то по-другому жить. Но, в целом, нас это не очень сильно беспокоит. Правда? То есть, что-то в соцсетях внутри. Но нас пугает уже, вот, трейд-офф, когда мы хотим, типа, сделать запрос региональный и сказать, что, типа, мы хотим перечислить все элементы, но, типа, региональный, вот здесь надо привлекать сложности. Потому что, если нам надо спускаться уже здесь на термлечеек вниз и узнать в конце, что ни одна точка нам не подошла, то это будет уже печально. Да? То есть, вот накладные распуды линейные, которые нам ничего не дают. Это первый момент. Второй момент. Мы очень хотим… Мы очень хотим реализовать приближенные запросы. Та же самая история. Давайте мы вот… Пусть у нас есть регион Q. Мы скажем, что… Пусть у нас есть расширенный, расширенный на епсилон регион Q плюс епсилон. Тогда мы точно не перечислим точки, которые не попадают в Q плюс епсилон. Мы точно перечислим точки, которая попадает в Q. И мы перечислим часть… Возможно, перечислим часть каких-то точек, которые не попадают в Q, а попадают в Q плюс епсилон. Так? Зачем это нужно? Это нужно будет за тем, чтобы… Ну, типа, интуиции. Вот смотрите. У вас есть маленькие какие-то региончики. Типа, в какой-то момент времени маленькие региончики начнут иметь размер с одним из епсилон. Да? Вот ячейка размера епсилон, она либо целиком, например, попадет в буферную зону, ну, типа, она будет находиться в льме Q, да? Либо она будет находиться внутри Q плюс епсилона. Так? А она не будет… Как это? Она не будет пересекаться, типа… Но не будет такого, что она и находится и внутри… И внутри Q, и пересекает внешнюю границу Q плюс епсилон. То есть, что они запроследуют? Запроследуют, что у нас есть минимальный размер ячеек, на которых мы можем остановиться, да? На которых мы либо целиком будем их отбрасывать, да, вместе с деревьями, либо целиком они будут выдаваться, ну, типа, вместе со своим контентом за вот размером этой ячеек. Это размер того, что попадает в эту ячеек. Вот это интуиция, так? И в результате у нас получается, что, типа, есть минимальное ограничение по глубине, которое является настройкой не глубины дерева, а минимально допустимого расстояния, ну, типа, вот, точности, с которой мы можем себе позволить выдавать ответ. Да? То есть там глубина будет уже, типа, логарифм ипсилон. Логарифм один зимний ипсилон. Вот. И это на самом деле прекрасно. Это на самом деле прекрасно. Сейчас. Или я не прав. А, ну, пока я пока не хочу дальше выведем. Или мы потом выведем. Так. Но, типа, с интуитивной точки зрения понятно, чего мы хотим добиться. Я так понял, что мы хотим просто... Если у нас, когда просто мы, типа, точный квадратик делаем, то там у нас, ну, целиком должно произойти вот это спускание. Когда мы вот этот буфер добавляем, то мы, как бы, поднимаем вот эту границу поближе к нам, в каком-то смысле. Да. Мы быстрее принимаем решения. У нас ограничено, у нас строго уже начинает быть ограничено вот, как бы, глубина, на которую мы спускаемся. Это важный момент. Потому что здесь, ну, как бы, все еще не ограничено. Она, ну, точнее, не ограничено только это. Здесь она уже, ну, типа, ограничена минимальным, типа, максимально допустимым расстоянием между тэшами. И, окей. Но по-прежнему не очень понятно, что нам делать со спуском до вот этих вот эксамон вечерингов. Правда? А потому что до них все равно мы можем добраться, к сожалению, за, типа, до них мы все равно пока что добираемся за вот потенциальных проблем. Правда? Вот хочется добираться до них как-то за логарифмом. Ну, давайте подумаем. Значит, здесь совершенно замечательная такая структура, типа, скеплист. Я очень надеюсь, что вы с ней уже знакомы. Я прав. Ну, оно, наверное, было в каком-то виде, но я не думаю, что мы акцентировали внимание. Ну, по крайней мере, я думаю, с деревьями сильно больше мы работали, чем с этой структурой. Ну, давайте мы попробуем вспомнить, как работает скеплист, что он себе представляет. Значит, давайте мы представим себе, что у нас... Ну, давайте для начала интуицию опять спускаем. Пусть у нас есть массивчик. Пока не список массивчик. Ладно, массивчик, мне не скажется, что у нас с LMS есть. Плюс будет список. Мы хотим сказать следующее. Пусть список упорядочен. Как бы нам сделать так, чтобы мы могли найти элемент в зале рефи. Пусть список известен за рефи. Давайте тогда мы сделаем следующее. Давайте мы возьмем каждый второй элемент из этого списка. И над каждым вторым элементом сделаем, ну, типа, свой список. Но при этом мы элементы прошьем выскочено. Типа из вот этой надстройки вниз на основную списку. Теперь мы возьмем, проведим наш строй. Повозьмем каждый второй элемент из этого списка. И пошли вниз. До тех пор, пока тут не останется какая-то константы элементов. Ну, два, например. Тогда как мы можем найти за алгоритм нужный нам элемент? Ну, смотрите. Пусть у нас есть какая-то чиселка, которую мы ищем. Мы смотрим, верно ли, что ху больше, чем начало списка. Ну, да, верно. Окей. Смотрим второй элемент. Верно ли, что ху больше второго элемента? Ну, допустим, нет, неверно. Значит, мы знаем, что ху находится между первым и вторым элементом этого списка. Тогда спустимся вниз. Тогда мы знаем, что ху находится где-то вот типа здесь. Правда? Переберем элементы. Найдем пару элементов, между которыми лежит ху. Спустимся вниз. Переберем пару элементов, между которыми лежит ху. Ну, чисто пройдем, да. Спустимся вниз. И так далее. Значит, сколько времени мы потратим? На каждом уровне мы потратим от единицы времени. По уровню у нас мы запрещали один логарифм. Ну, дворичный. Так? Ну, вы вроде похожи. Похожи. Ну, мы выкидываем вторые элементы, мы выкидываем четвертые элементы, мы выкидываем восьмые элементы и так далее. Сколько? Какой у нас будет сторидж? Какой структурчик? Н логан? Н логан. А, нет. У нас же половина плюс четверть. Ну, это сумен. Заходит бесконечное количество человек в бар. Первый говорит мне кружку пива, второй мне половину кружки пива. Третий мне четвертый мне восьмые кружки пива. Барман говорит, да я все понял, заставляет две кружки пива. Это геометрическая прогрессия. Поэтому здесь у вас, ну, в честном видео у вас будет сколько? У вас будет ровно два элемента сторги. Двоем элементы сторги. Ну, то есть, вот. Хорошо. В чем здесь? Ну, то есть, вот инквиция такая, что мы хотим сделать что-то вот такое. В такой структурке очень легко и приятно искать, ну, типа, искать элементы. Искать новых bounds. After bounds и так далее. Проблема заключается в чем? Проблема заключается в том, что не очень понятно, как эту структуру поддерживать. То есть, если мы хотим добавлять и удалять элементы, то не очень ясно, как это делать. Правда? Но давайте мы тогда скажем, что у нас будет эта структура рандомизирована. Ну, в каком смысле? Значит, на нижнем уровне у нас будет список, в котором будут абсолютно все элементы. Которые мы добавляли, ну, типа, а потом. Короче, все элементы после добавления, удаления и так далее. Это типа тот список, который как бы у нас есть. Как будто бы мы его вели типа за каждую операцию, да? При добавлении очередного элемента в список мы делаем следующее. Мы бросаем монетку. Вот, допустим, мы взяли и сюда захотели вставить элемент. На нижний уровень мы его, естественно, вставляем. Ну, потому что мы договорились, что на нижнем уровне у нас все элементы как бы безусловно добавляются, да, тем необходимо. Но на верхний уровень мы его пробрасываем только с какой-то вероятностью. Мы бросаем монетку. Допустим, теперь есть и орел. Мы закончили несерьезно. Добавляем элемент на верхний уровень. Мы знаем, где он должен находиться на верхнем уровне. Потому что вот по той структурке, которую я, к сожалению, истер, на верхнем уровне, простите, но мы по ней спускались, и у нас вот есть все-все-все-все элементики, сразу после которых нужно вставить, как бы, новые элементы. Правда? То есть все локлаунды на всех уровнях у нас уже есть. Так? Значит, мы бросили, у нас получилась решка, мы знаем, как его надо вставить здесь. Бросили еще раз, орел, остановились. Решка, пошли дальше. Вставили, оказался здесь. И так далее. Вот такой вот у нас нехитрый процесс. Давайте мы... Процесс есть. Давайте мы что-то узнаем про получебную структуру. Во-первых, будет ли она удовлетворять нашим требованиям? Ну, мы сейчас не можем, типа, сказать, что будет в худшем случае. Потому что в худшем случае, понятно, нам не повезло. И типа вообще монетки, как бы, вот в худшем случае монетки мы бросали так, что мы ни разу не поднялись выше первого уровня. Все. Нам все время выпадают орлы. Тогда понятно, что в худшем случае вся операция будет выполняться за ОТН. Но кажется, что эта оценка не очень интересная, правда? Значит, нас интересует мат-ожидание, да? Нас интересует вероятность оценки в данном случае. А именно, нас интересует мат-ожидание времени, которое мы потратили на локализацию элементов. Нас интересует мат-ожидание сторожа. Мат-ожидание на время локализации делится на две части. Первая часть – это мат-ожидание числа действий, которое мы проведем на уровне. Мат-ожидание, умноженное нам от ожидания числа уровня. Так? Ну, давайте мы начнем с простого. Кто мне скажет, какой у нас будет скорость? Как посчитать ложь? Монетка у нас каждый раз честная, да? Монетка у нас каждый раз честная, считается одна вторая. Ну, это не обязательно, кстати. Просто вот типом мы с вероятностью p перешли, с вероятностью 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0. Ну, сторожа, что-то что. Нам надо для каждого элемента типа… у нас n умножить на число мест, где у нас будет пример. Он у нас будет в самом нижнем углу не обязательно, плюс мат-ожидание, ой, плюс мат-ожидание типа числа раз подряд, типа мат-ожидание броска монетки, когда нам выпадет номер броска монетки, когда нам выпадет тарелка. Ну, вот как это мат-ожидание посчитать? Ну, вот как это мат-ожидание посчитать? Номер броска, если у нас первый бросок – это пидеиночка. Ну, ладно, ребят, ну смотри… Это сумма по всем исходам на вероятность этих исходов. Так? Значит, у нас такой исход. Ну, типа орел выпал сразу же, да? Это единичка умножить на вероятность этой единички. Иначе по один минус м. Ой, ну, сумма. Вот один. Плюс два на. Первый раз мы кинули вершину, потом кинули эрину. Тогда мы находимся в двух органах. Плюс три на… Ну, и кинули вершину подряд. П квадрат на один минус П. Кто-нибудь заметил закономерность? Ну, и… К на П в степени К минус один на один минус П. Ну, есть два варианта. Это один минус П на сумму К на П в степени К минус один. Как такой ряд считать? Ну, есть два варианта, как посчитать такую прогрессию, да? Первый вариант – это, типа, не умеешь работать головной, а работа руками. Как это можно сделать? Ну, давайте вот заметим следующее. Значит, Выпишем П нулевой плюс значит плюс П первый плюс П первый плюс П второй плюс П второй плюс П второй плюс 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 ламп по пожалуйста плюс с Exactly. Продолжение следует...